Всем привет! И это ваши любимые ножницы и мой самый любимый пинцет. Соответственно, это очередная распаковка товаров с сайта Алиэкспресс. И сегодня очень много всякого-всякого. Значит, по традиции начинаю с плохого, но начну я сегодня быстренько с топовых товаров. Много показывать, рассказывать не буду, просто покажу, что брала. Значит, приехали мне очередные пакеты вакуумные для вещей, для хранения вещей. И вот тут есть несколько «но». Вот это я вам покажу. Значит, вот этот пакетик в топовых товарах, он небольшой, он самый дешевый, но у него есть жирный минус. У него нет клапана, он без клапана. То есть, вот положили вещи, как-нибудь вот так вот придавили и как-нибудь зажали. Ну, очередная Алибамова от Алиэкспресс. Понятно, да? Ну, то есть, в принципе, там видно на картинке, но вы на это внимание не обратите, потому что этот пакет продается именно как бы в куче с пакетами, которые вот с клапанами. Значит, с клапанами еще такой момент. Значит, с клапанами вот такой пакет взяла. И взяла вот такой вот пакет, который идет с вешалкой для вещей, там, для курток, для пальто. Вот, и тут есть еще одно «но». Значит, у китайцев продаются вот такие вот насосики. Чтобы вот так вот вытягивать воздух. И вот тут смотрим внимательно. Вот эти насосы, они подходят не ко всем клапанам. Видите? Вот тут вот тухлый номер. К этим вот пакетам вот эти вот насосы не подходят. Не подходят. Эти насосы подходят вот к этим клапанам. Вот. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Понятно, да? Ну, в общем, поиграли. Хватит. Понятно, да? А то у меня сегодня будет какой-нибудь бесконечный обзор. Вот. Еще из топовых товаров у меня приехали очередные пробирки. Я даже еще не открывала. Там по 10 штук. Короче, взяла два раза. И взяла я их только, как говорится, до кучи. Потому что мне не хватало суммы, чтобы выходило тысяча рублей. Вообще их, конечно, лучше взять просто по ссылке. То есть это вот очередные бирочки-пробирочки. Я уже показывала. Очень удобно всякие. Какую-то фурнитуру здесь хранить. Еще что-то. Может быть, какие-то бусинки. Может быть, какие-то пуговки. Может быть, еще винтики, болтики. И вообще изначально, сначала брала именно для винтиков, которые для верлока идут. Вот для них брала. И потом, как говорится, понеслась. Ну, сейчас мы больше берем контейнеры. Контейнеры берем. Не контейнеры, а такие вот коробочки. У них все-таки удобнее хранить. Очень удобнее хранить. В общем, тут все ясно, все понятно. В группе есть ссылочка. Заходите, смотрите. Если я какие-то ссылки забываю оставить, девчонки, мальчишки, ну, зайдите вы в группу, полистайте ленту. Обязательно там все найдете. Значит, теперь о плохом. Приехал вот такой вот жемчуг. У продавца написано «Качество 2А». Качество 2А – это очень хорошее качество. Это просто офигенное качество, в принципе. Но мне пришел такой трешак. Вообще, я просто офигеваю просто. Понимаете? Какая трешатина мне пришла. Так, камера, с ума не сходим. В общем, тут вся нить вот такая. Это буду спор открывать. И от этого же продавца я заказывала вот такой вот бубличек, бусинку. Я заказывала агатик-полосатик. А приехало вот то, что приехало. Я даже не могу определить, что это за камень такой. Но это явно не агата, даже не сердолик. Это хрен знает что. И сбоку бантик. И теперь я вам обещала показать, вот для чего вот такие вот бейлики нужны. Это 3 см. Имейте в виду, что там в основном вот эти бублики продаются. Они идут 2,5 см. То есть это прям крошечки-хаврошечки. Это 3 см. Вот этот вот я вам показывала бейлики. Вот эти вот. Вот смотрите так вот. Трэнкс, трэнкс. Трэнкс, я сказала трэнкс. Ну ты посмотри, а. А, всё понятно, всё ясно. Всё ясно, всё понятно. Так, тут тоже обращайте внимание на... Всё пролезет. Всё будет, всё будет. Всё будет Кока-Кола. Вот ты посмотри, а. Всё пролезло. Значит, вот это вот отверстие, тоже обращайте внимание, какой у него размер. То есть вот так вот этот кулончик одевается. Вот так вот он выглядит. Тут вот шнурочек или бусики какие-нибудь продеваете. Так, сейчас. Ну вот так вот. Понятно, да? И вот такой у вас кулончик получается. У меня пока что получился вот такой. Я не очень этим довольна. По этому поводу тоже буду открывать спор, потому что меня такие вещи не устраивают. Теперь вам разочаровашки. Разочаровашки. Брошечки-хаврошечки. Я-то успела нахапать вот колосочков. Понимаете? Если мне что-то хорошее приходит, кто недавно у меня на канале, так немножечко землетрясения сделаю, значит я беру два. Куда, зачем? Это уже моё личное дело. Успела, взяла. Потому что цена очень хорошая. Вот такие вот колосочки тоже были. Уже сплыли. Уже нету всё. Ссылки сгорели. Можете даже не просить. Ссылки сгорели. Можете даже не просить. Так убираю, чтобы вы сильно не расстраивались, кто не успел взять. Теперь, значит, заяц побегается. Заяц побегается. Вот такой вот. Такая зайка-побегайка. Брошечка. Булавочка. Такая вот прелесть. Офигенное качество. 154 рубля зайка-побегайка стоит. И я вас расстрою. Буквально перед обзором закинула в группу. И зайки уже нашли своих новых хозяек. Ну, так вот. Кто долго спит, кто не заходит в группу, тот не успевает купить. Увы и а. Ссылку на эту зайку-побегайку я в группу закидывала несколько раз. Несколько раз закидывала. Ну, вот перед обзором еще раз закинула, и все. Там же, по этой ссылке, где зайка в группе, значит, там тоже есть брошки с кубическими цирконами. Надо смотреть внимательно. Есть вообще без цирконов. Вот там тигровый глаз. Не тигровый, ну, типа стекло. Кошачий глаз там приклеенный. Вот. И есть еще со стразами брошка. Но есть брошки с кубическими цирконами. Имейте в виду, что там все брошечки, они небольшого размера. Обращайте на это внимание. Так, это вот прям буквально сегодня у меня звезды сегодняшнего обзора были. Но, тем не менее, мне еще есть, что вам прекрасного и замечательного показать. Линеечка. Я вам шортик показывала. Линеечка. Очередная вот эта вот линейка. Вот такая вот располосовка. Вот располосовка-разлиновка. Миллиметровая. Видите, какая? И она гибучая. Камера. Не надо мне портить нервы. Она гибучая. Такая вот. Вот. И у меня вот этот фон, он у меня прозрачный. Прозрачный этот фон у меня. Так. Так. Олег. Оп. 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 Видали? Вот видите, как удобно. Вот что-нибудь приехало. Так. Три сантиметрика. Так. Проверили. Три сантиметрика есть. Так. Что там бусики? Бусики-бусики. Так. Десять сантиметров. Опачки. Вот знаете, вот удобно. Я люблю делать все браслетики. Сейчас просто ровненько сделаю. Я люблю делать все браслетики по линеечке. По линеечке. Я люблю делать браслетики. Вот. И поэтому мне очень удобно, когда я что-то делаю, понимаете? Когда я что-то делаю, чтобы у меня линеечка была вот прямо на столе, и чтобы она мне не мешалась. Вот. Я померила. Понятно? Вот. Так что эта линейка для меня просто чудо-мега-находка. Стоит как космический корабль, с учетом того, что это просто тупо-тупо линейка, понимаете? Ну, она вот такая, да. Я за нее платила, ой, по-моему, 270 рублей она стоила. Сейчас стоит, по-моему, чуть-чуть подороже. И я думаю, что дешевле она не будет, потому что я, как обычно, перерыла весь алик, не нашла, и, короче, плюнула и купила за столько, за сколько есть. Вот. А, как говорится, надо купите. Не надо, идем мимо дальше по своим делам. Так, дальше, мимоходом. Значит, приехала очередная фурнитура. Это всякие пины и так далее и тому подобное. В этом плане я всегда говорю, покупайте что хотите, где хотите, как хотите. Я не настаиваю. Просто я все время люблю повторять одну единственную вещь. Девочки и мальчики, самая дешевая фурнитура, там, типа, вот такой пакет, там, за 30, за 50 рублей. Ну, это двойная работа, понимаете? Я лучше отдам 300 рублей за такой пакет, вот этих же пинов. И я буду знать, что они, вот, например, вот эти вот точно будут бронебойные, понимаете? И прослужат очень много. Там у меня еще одна брошечка-хаврошечка затерялась. То есть, все нормально будет. Так, еще приехала, значит, проволочку себе взяла. 0,3. Проволочка под золотишко. Под золотишко. Очень такая мягкая, мягучая. Для чего она мне нужна, я вам потом покажу. То есть, это не тросик, это именно проволока. Проволока. Но она достаточно хорошего качества. Должна быть такая весьма себе бронебойная в качестве устойчивости к облизанию, по чернению и так далее и тому подобное. Посмотрю, я еще потом проверю. Все будет хорошо. Так, ну, должна быть хорошая. Так, дальше, чтобы мне просто вам не забыть показать. Еще фурнитура. Значит, вот такие вот. Ну, вот, слушай, они уже, видишь? Ты видела, да, дочь? Ты видела, что с ними случилось уже? Короче. Вот просто одни маты, одни междометения, никаких слов нету. А что с ними? Видишь, они уже окисляться начали. Да? Угу. Вот эти вот, смотри. Они же были все серебряные, да видишь, что они уже чернеют? Да. Вот. В общем, вот эта вот габня стоит сто с чем-то там рублей. Вот это типа серебро 18 карат. Вот это типа 24 карата, наверное, вот это вот идет. Вот это типа под серебро. Это разделители для бусин. Значит, тут все просто, понимаете? Вот. Приготовились? Фокус! Фокус! Вот и вся любовь, понятно, да? Вот. Вот и вся любовь, поэтому оно все чернеет, зеленеет и так далее и тому подобное. Потому что это просто железо, которое тут же, вот понимаете, вот вы руками полапали, что-то потрогали, и оно тут же окисляется все. Ой. Вот. Понимаете? И китайцы еще пытаются учить нас и рассказывают, что латунь не магнитится. Не, может, Китай, конечно, там какое-то вот другое магнитное поле может быть. Конечно, может быть. Но в России латунь не магнитится. И медь тоже не магнитится в России. Вот. Ну, у продавца по-честному написано, что это металлический сплав. Так что, девочки и мальчики, вот вам мешок за 100 рублей. Вот мешок габня. Вот, не знаю, буду использовать, не буду. Ну, может быть, там для себя лично что-то такое. В общем, хрень. Хрень. Так, ну и теперь переходим к самому сладкому в сегодняшнем обзоре. Это цепочечки. О, ну там еще бусинки. Значит, цепочки, девчонки. Пришли вот такие вот. Что там? Шанель или Диор? Кто знает, напишите в комментариях. Я там не брендоносец, поэтому я их все время путаю. Диор, Шанель и постоянно путаю. Не знаю, мне кажется, что они какие-то похожие. Вот. Вот такие вот. Они очень-очень хорошего качества цепочка. И она недорогая. Значит, есть покрытие. Вот это вот я взяла по 14 карат золота. Есть под 18. И есть под серебро покрытие. Вот эти вот цепочки очень хорошие. 200 рублей метр. Ну там плюс-минус 2 помидора. Как говорил один мой хороший знакомый. И вот такая вот цепочка пришла. Такая просто классика жанра. Опять же, обращайте внимание, вот таких цепочек много. Есть подешевле, качество похуже. Есть звенья, которые очень крупные. Понимаете, вот тут вот звенья меньше сантиметра. Понятно, да? Видите, как удобно, когда линейка на столе, которая не мешается. Да, ну вообще, эта линейка. Просто я думаю, наверное, еще одну надо взять, чтобы была в запад. Кстати, упакована была, как космический корабль. Тоже была упакована, как космический корабль. Завернута в трубочку. Значит, там такая пирамидка сделана из картона. Она туда положена. Все это в пупырку напупырено. Потом еще, в общем, как Кащеева смерть. Вот. В общем, все хорошо. Это я про линейку сейчас говорила. Значит, цепочечка вот такая вот. Вот эта вот стоит 300, почти 400 рублей метр. И что у меня из нее получилось? У меня из нее получилась вот такая вот пробирка. Значит, просто с буковками О. Видите, да? Вот смотрите, я вам сейчас покажу, сколько у меня. Так, это у меня одно звено у меня осталось неиспользовано. Ну, не одно, а вернее тут три звена. Так, тут у меня все запуталось, закрутилось. В общем, тут три еще звена у меня так. И буковок О. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать штук. Вот таких вот буковок О у меня осталось, потому что я делала бусики. Ожерелье делала, очень быстро сделала, запыхалась. Ой, устала вообще. Потому что вся вот эта вот такая мелкотнявская работа, вот если работать. Если делать какие-то украшения, она такая вот муторная вот эта работа, когда надо колечки рассоединять, соединять. Вот эти вот пины крутить, закрутить. Понятно, да? Вот такие вот, такое вот ожерелье у меня получилось 70 сантиметров. Вот, вот с такими вот, значит, с агатиками, полосатиками. Красотулька вообще получилась. И смотрите, какая классная вот эта цепочка. Вот тут у меня замочек, закрутышка. Видите? И вот смотрите, вот эта цепочка, у нее звенья соединяющие. Вот так вот выглядят эти восьмерочки. Так. Эта закрутышка крутится вокруг своей оси. Понятно, да? То есть никакого дискомфорта. Она вот тут вот держится на этой восьмерочке. Так. А в качестве колечка сама цепочка. Она неразъемная. То есть вот эта буковка О неразъемная. Самый надежный замок, какой только я могла придумать для данного ожерелья. Понимаете? Все быстро, все комфортно. Все прям как будто оно тут так вот и было. Ну, полтора часа и украшение готово. Ну, с перерывами на приготовить пирог. Ну, понятно, да? Ну, это кто мои шорсы смотрит, тот уже понял, о каком пироге я говорю. Собственно, мальчики и девочки, дяденьки и тетеньки. Я бы сказала, что на этом уже все. Но я же вам еще не показала агатики-полосатики. Бусины, короче, продаются поштучно. Посмотрите, какая красотень. Никаких дефектов. 170 рублей за бусину. Вообще красота. Никаких сколов, ничего. Все отполировано по-кошачьему. В общем, бусины зачетные я еще возьму. Я заказала еще у другого продавца. Там бусины вообще 5 сантиметров в группе есть. И там на каждую бусину вот одна фотография. Если вы эту бусину покупаете, все, ее больше нет. То есть там конкретная фотография конкретной бусины. Вот там я купила две бусины 5 сантиметров. Посмотрим, что придет. А вот эти вот такие вот, понимаете? Можно написать продавцу. Я ему писала, просила прислать. Он мне прислал фотографию. Я выбрала бусины, которые бы я взяла. Но он мне прислал совершенно другие. Но, тем не менее, они тоже очень красивые. Но именно поэтому, что он мне прислал другие, а не те, которые я выбрала, я ему поставлю 4 звезды. А так агатики, полосатики шикарные. Никакого дефекта. Бусины красивые. Очень понравились. Вот. Ну, благо, что ему просто повезло, что они мне понравились. Если бы они мне не понравились, то он бы словил бы одну звезду. Собственно, а вот на этом сегодня почти все. Но мой главный помощник подсказывает, что нет, мамочка. Нифига подобного. Ты еще не показала. Ты еще не показала. Еще одну брошечку. Хаврошечку. Ой, это вот такой, Мишка. Пандюшка. Вот такая вот. Вот так вот, понимаете, у меня на столе пришло посылок. Пандюха вот такая вот. Замочек. Вот такой вот. Вот такая вот. Вот такая вот. Вот такая вот бочинка. Вот такая вот. Со всех сторон показываю. Вот такая вот пандюшка. Ротик у нас немножко кривенький, чутка Но это уже, как это сказать Ручная работа Друг, не переживай, это ручная работа Не, нормально, в принципе, не до такой степени, да, что прям кривой рот Вот, потому что у него там на фотографии какие-то заплывшие глаза или еще что-то Так что у нас еще очень даже Ну, Пандюха понравилась Там у него еще, это, по-моему, Велика Бабика брала, я не помню Еще есть Пандюха, тоже интересно Собственно, а вот на этом сегодня теперь точно все Все ссылочки будут внизу в описании под видео, в инфобоксе Кто меня смотрит на Яндекс.Маркете Чтобы найти ссылочки, нужно нажать на название видео И будет вам счастье Кто не подписан на мой Яндекс.Маркет, я сказала? Или Дзен? Если я сказала, если я ошиблась, сказала Маркет, ну, извините Кто не подписан на мой Яндекс.Дзен, то тогда обязательно подпишитесь Потому что, как я уже сказала, на Ютуб я буду грузить видео до тех пор, пока они туда грузятся Ну, я дублирую видео на Яндекс.Дзен И у кого совсем туго с Ютубом, то, ну, добро пожаловать на Яндекс.Дзен На Рутуб я пока что ничего грузить не буду Потому что с Рутубом вообще все туго Ну, очень туго На Дзен иногда тяжело загрузить видео А с Рутубом вообще все туго Поэтому пока что только Яндекс.Дзен И, соответственно, Ютуб Ютуб сегодня мне первый день после стольких лет показал, что мой заработок равен нулю Сегодня был первый день То есть он еще там досматривал с августа еще какие-то там чего-то, какие-то, это чего-то, чего-то Вот, так что с сегодняшнего дня, граждане, хейтеры, особенно те, кто любит писать, что блогер что-то там кому-то должен Будете посланы далеко и надолго Потому что теперь вам точно никто ничего не должен Вот, теперь скажите спасибо блогерам, что они что-то снимают Вот, на общественных началах Ладно, сегодня и так получилось Очень большое видео А у меня, в принципе, прекрасное настроение Потому что у меня теперь новенький асфальт Новая парковка Вообще все нулевое Ай, прям красота Еще муж в шарлотку мою любимую запек Запек Все прекрасно и все замечательно Вот, думаем только о хорошем Каках и так в этой жизни хватает Все, мои хорошие На этом сегодня все Как обычно, всем желаю всего хорошего Мира и добра И пока-пока Пока